Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер. Крым, который в прошлом году присоединился, вернулся в состав Российской Федерации, переживает достаточно значимый, достаточно большой подъем русского самосознания. Людей интересует все, что касается русской истории, русского языка, русской веры, русской религии, русской государственности. И в связи с этим даже оказалось, что многие наши гости из других регионов Российской Федерации говорят, что Крыму, даже несмотря на 60 лет принадлежности к Украине, все равно русская самоидентификация даже местами выше. Мы хотели давно с вами встретиться и поговорить на эту тему, но тема такая большая, такая объемная, что на самом деле хочется подвести итоги 2014 года. Понять, что же произошло в 2014 году. Хочется понять, в каком месте исторического таймлайна находится Крым и вся Россия. И хочется понять будущее, куда мы идем. Что происходит, потому что люди, многие наши телезрители задают вопрос, что как будто бы их толкнули в вагон темный, который куда-то едет. Но ни маршрута, ни путевой карты на руках у людей нет. И вот эти вопросы интересуют наших телезрителей больше всего. А вот с вашей точки зрения, куда мы движемся, откуда мы вышли, кто мы такие? Наша Вселенная, она отличается тем, что все процессы, которые в ней проходят, они все управляемы, нет неуправляемых процессов, и они носят колебательный характер. Поэтому если мы хотим рассмотреть какие-то циклы, то любые циклы мы рассматриваем с точки зрения некого алгоритма, вот того ритма колебания, который есть. То есть если мы будем смотреть в ближнесрочную перспективу, то нас интересуют колебания с частотой высокой, ну допустим 16 лет, до 20, если это одно поколение. Вот если мы с вами возьмем галактические процессы, посмотрим, что происходит, то 1996 год, это у нас окончание галактической ночи. Нам 16 лет дали на то, чтобы мы подготовились к следующему там, к переходному, это как сумерки. И вот для того, чтобы перейти к галактическому рассвету, вот как раз до 12 года, сентябрь месяц, у нас началось новое лето, согласно славянскому календарю, это 7523 лето. Вот, то, которое Петр I календарь, который отменил в 1700 году. Вот, и сейчас начались вот очередные 16 лет, почему 16? Наша Вселенная построена по принципу золотого сечения, то есть 1,618, если мы напишем, тогда станет общим, то есть понятно. С 618 все это уходит в бесконечность. Так вот, вот это нас число интересует, почему и Пут, Пудовичок, да, и все, что у нас есть, и 16 чертогов у нас, и в общем-то 16 играет очень большую роль. По воздействию на те процессы, которые происходят в народе, и в том числе и в нашем, а мы особенно, потому что у нас система энергоинформационная, 16-энергоновая. Если мы, скажем, возьмем представителей вида человека, которые живут в Африке, у них 6-энергоновая система, у нас 16, поэтому вот мы наиболее приспособлены к этим вещам, поэтому и живем вот и в северных, и можем выживать в этих условиях, несмотря на суровость этого климата. Потому что спас сам по себе, он территориален, то есть земля определяет качество. То есть та земля, на которой мы живем, если мы даже переезжаем куда-то, больше 7 лет там пожили, то земля начинает на нас влиять, и вот эта ментальность формируется уже самой землей, вот этой территории, на которой мы проживаем. Там 7 лет прошло, клетки поменялись, уже нет тех клеток, которые помнили там, где мы родились. Если все это закрепилось, и мы не посещали место своего рождения, то происходит разрыв, то есть земля нас меняет. Поэтому земля очень так важна, и земство, о котором говорит, и в том числе и президент России Владимир Владимирович Путин. Почему он настаивает именно на этих вещах, понимая, как в общем-то происходит управление. Что произошло? Вот 14-й год, вот это получается у нас с 12-го года, второй год, да, он подготовительный, дальше у нас по троице, вот третий год, сейчас он будет такой определяющий. Вот, какой вектор мы выберем дальнейшего развития? С точки зрения развития есть несколько вариантов, как всегда, то есть будущее, это, вот в русском языке, если мы знаем, да, это многовариантность, это вот как матрешка, вложенная вот эта матрица. Слово матрица произошло от слова матрешка. Поэтому несколько вариантов будущего есть, но всегда есть грядущее, то, которое будет. И вот это мы грядущее можем выбрать из многовариантности будущего, выбрать себе грядущее. То есть одно грядущее, которое нам приготовили те, кто продолжает до сих пор нами управлять, в основном это через финансовую систему, вот осуществляется, и через власть. Три основных силы, с помощью которых управляют людьми, это вот сила денег, сила власти и сила вот та половой энергии, вот с помощью которой, да, сила секса, которая управляет нами. Поэтому те, кто формирует представление, стереотипы и политику в этих сферах, они как раз и определяют. Поэтому если мы с вами находимся под властью доллара, то мы управляемся из того центра, который определяет эмиссию, кредитование и расчетные все эти вещи, которые доллар. Поэтому вот как выходить из этой ситуации, что предложить? Русский мир, он чем отличается от остальных народов? Русский мир это люди числа единицы. Это запрограммирование на поиск бога. Вот говорят, какая национальная идея у русского мира? Она только одна, это вот поиск бога. Поэтому вот самокопание, загадочная русская душа мы находим здесь, да, очень много пословиц, очень много присловий, которые говорят о том, что даже в питании, вот то, что мы кушаем, щи, да, и щи, даже здесь прослеживаются эти вещи. То есть все равно нужно искать. То есть в щах нужно тоже там что-то половить той ложкой, что-то там найти для себя по своим предпочтениям, которые мы кушаем. Поэтому даже в таких вот вещах оно это дело все прослеживается. В связи с тем, что мир матричный, вот он имеет матричное управление, когда-то те, кто нас тренирует, сейчас разгадали вот эту загадку, но не до конца, то есть не до конца. У нас вот есть структурное управление, если мы понимаем, да, допустим, всем понятно, есть президент, есть главы администрации, да, вот на месте губернаторы, потом районы и так далее, и так далее, вплоть до главы поселения. А есть безструктурное управление, вот его еще таким словом концептуальное управление, он стоит над этим, это там, где вырабатываются идеологии, там, где вырабатываются именно эти концепции существования. К сожалению, мы сейчас живем по чуждым нам идеям, вот, тех, которые сформированы как раз вот нашими недоброжелателями, те, которые вот нас тренируя, в общем-то, приводят к тому, что русский мир, и мы, как представители русского мира, вот, сокращаемся количеством. Вот, если, скажем, взять Украину современную, да, то с 52 миллионов, вот, на старте сейчас, там осталось, ну, если в лучшем случае 35, и то эта цифра, в общем-то, она так умалчивается и замалчивается. Вот, а деградацию и депопуляцию мы это видим. Да, я вижу, все. Как она происходит, поэтому, допустим, москвичи это видят каждый день, у них там, где словенизация прошла достаточно серьезно, поэтому там все это просто наглядно. Если в начале, скажем, прошлого века представители русского мира было 21%, всего лишь, ну, 20 людей с белым цветом кожи, то сейчас 6%. То есть вот таким вот образом изменилась вот эта ситуация. Но эта ситуация, она объективная, дело в том, что процессы сами по себе, они долгосрочные, длительные во времени, то есть мы выходили из тысячелетних колебаний, здесь не 16 уже лет мы рассматриваем, а тысячелетние колебания, да, вот, как раз вышли из галактической ночи, это не наши сутки, 24 часа, это тысячи лет. И вот сейчас начинается новый этап развития человечества. То есть в связи с тем, что один из основных принципов, которые заложены творцом, фундамент в основании нашей Вселенной, это свобода выбора. Ее никто никогда не отменял, поэтому мы имеем право выбирать, как нам жить, но из предложенных вариантов, так или нет. Теперь возникает вопрос, есть ли средства массовой информации, все остальное находится в руках у наших недоброжелателей, мягко говоря, да, у басурман, и нам предлагается, навязывается некая информация для выбора, сможем ли мы выбрать свой путь, если он даже нам не предлагается? Ну, наверное, не сможем, да? Вот поэтому сейчас очень важно вот в условиях информационной агрессии, в условиях информационной войны, все-таки разобраться, что вот то, что нам предлагается, это не все и не вся палитра, и не все цвета радуги, которые могут быть. А оказывается, радуга, в конечном счете, если ее сложить, получается светлый цвет, белый цвет, так называемый, да? Вот, а по-древнеславянски называется Русь, вот поэтому русый парень, светлый, русые люди, то есть светлые. Как сейчас это свет, да, это все связано. Пишется это через буквицу Оук, это дифтонг, два звука, Роузь произносится. Поэтому кто-то выбрал для себя удобное Роузь, Россия, да? А кто-то выбрал Русь. Но Ук, если мы вот с вами обратимся к матрице тоже, да, вот Ук, зов послания. А следующий как раз идет наше, вот нас интересует эта буквица Оук, это чувствительность и устой. Почему-то она в середине матрицы находится. Вот как раз если мы вернемся к этим устоям, то мы получим вот это значение. Потому что нас сейчас разделили, мы знаем либо Русь, либо Россия, да? Либо Ру, либо Ро. А Роузь об этом забыли. Вот это как раз дифтонг на уровне даже вибрационном, он как раз и определяет наши устои, по которым жили наши предки и все остальное. Информационное наполнение вот этой матрицы идет как раз вот от этой буквицы. То есть они нас разделили даже при помощи букв, разделяя властвую, а мы возвращаемся к тому, чтобы соединять вибрацию. Да, да. Поэтому вот великий ученый русский Платон Лукашевич, знаток древнесловенского языка, молвы так называемой, которая в украине называется не молва, а мова. То есть буквицу Элл потеряли, получилось молва. Вообще это молва, вот, или язык. Так вот он говорил так, что больше тысячи лет уничтожали древнерусский язык, вот, и нам примерно сто лет понадобится на то, чтобы создать, достать эти, в общем-то, вот камешки, эти кирпичики. Разбросать кирпичики, убрать, которых нам навязали. Мы вспоминаем Библию. То есть Бог дал нам Библию, если мы открываем, но она всем доступна, в общем-то, источник. Получается, что камень это слова как раз, и слова русского языка. Бог говорит на русском языке, вообще-то. Поэтому отделы головного мозга человека, несмотря от его национальности, вероисповедания, языкового, языкового какого-то части, вот, все говорит на русском языке. Но на том, на истотном. Не тот, который нам сейчас, в общем-то, извратили. А вот на том, и вот так вот, Платон Лукашевич говорит, что сто лет примерно понадобится, чтобы эти камни собрать. То есть было время разбрасывать камни, а сейчас время собирать эти камни. Библейские сюжеты, если мы вспоминаем, когда эти камни стали разбрасывать, то что предложили вместо камней? Кирпичи. То есть посадили людей, заставили их делать кирпичи с камней из соломы и прочего. Им это не нравилось, но они все равно это пухтели, делали, обливались слезами, но создавали. Поэтому так произошло вавилонское столпотворение. То есть с одного языка по Библейбре, мы читаем в бытие, и вначале был один язык и одно наречие. Ну, то есть два слова там убрали. Вначале был один язык и арабское наречие. Вот, а все остальное уже производные одних, чаромутные так называемые языки. Потому что раньше буква, она иначе звучала, это была чера, а множественное число чары. Так вот, появились чародеи, которые перекрутили все эти буквицы, в том числе и слово РОУСЬ так изменилось. То есть буквицу убрали, и вместо нее мы получили либо УК, либо ОН. Поэтому так вот произошло сегодня. Поэтому если РУСЬ, мы говорим, это охраняющее слово, если то значение, да, а если РОСЬ, РОСЬ, отсюда, да, то это чистое. Это тоже производные. Но производные вот от этого слова. То есть изначальный зов информации чистый. Язык русский, древний, да, это вот и есть основа вот этого концептуального управления, без структурного управления, которое независимо от органов власти, от людей, держащих оружие или людей, печатающих деньги, может управлять общество. Давайте поговорим о деньгах. Поскольку вы член рабочей группы Донецкой Народной Республики по созданию независимой финансовой системы, и вы принесли деньги Новороссии. Ну это не деньги, это расчетные знаки, потому что денег уже 300 лет нет у нас, мы об этом просто не знаем. Вот это у нас вот расчетный знак. Вот расчетный знак, он чем интересен? Вот этот именно. Если мы возьмем с вами доллар, то, и Конфуция вспомнил, да, знаки и символы управляют миром. Вот точно так же здесь, только здесь размещены знаки и символы славянского мира. Если мы посмотрим, начиная вот даже с Георгия Победоносца, с Кона, который внутри, с Рунического ряда. Есть здесь, кстати, и буквица полностью. Здесь вот, допустим, в микротексте так написано, аз бога ведаю, бога ведаю в глаголе допрос, если мы микроскоп возьмем, посмотрим, потому что увеличительного стекла может не хватить. Вот, а на этой стороне то же самое. Есть по салоне, есть калаврат. Внизу вот эта буквица, вот развернутая только в одну строчку, тоже как степень защиты. Вот, здесь практически есть все. Вот, все, что нам надо, в общем-то, даже вот тот орел, только у нас как вот, многие просто не понимают, что это такое. Это мужское начало, поэтому стрелы в этой лапе. А вторая голова, это женское начало, поэтому колоссия создающие. Вот, а крест в середине, это как раз четыре стихии. Те четыре стихии, которые, согласно алгоритму, заложенную нашим творцом в основании нашей Вселенной, в общем-то, определяют нашу жизнь. Каким образом мы проходим вот по этой минимальной матрице, вот, и как проходим любую ситуацию. Вот наша передача тоже будет проходить по всей, по этой матрице. Мы начали с истока с тем, что познакомились, и все равно выйдем через Ижу, это мера. То есть наша мера понимания в конце передачи изменится. Такой вопрос. Поскольку речь идет о деньгах, о печатании новых денег, которые, фактически речь идет о создании нового эмиссионного центра, который будет находиться на территориальной Новороссии, Новороссии и Донецкой Народной Республики. То есть мы прекрасно понимаем, что в 2013 году, когда создавали Федеральную резервную систему, которая экспансией захватила, собственно говоря, весь мир и привязала всех к нефтедоллару, это достаточно жесткий был алгоритм. Вообще, как происходит рождение этой новой финансовой системы? Ну, исключительно с точки зрения человеческой истории. Да, с точки зрения объективных законов, как это происходит. Мы уже поговорили о том, что помимо структурного, существует безструктурное управление. Есть еще, так называемое, безусловное управление. Это уровень Волховской, так называемый. Вот была такая варна Азов. Вот возьмем, если эту буквицу. Вот это бог, созидающий, живущий, созидающий на земле. То есть вот высшая варна. Вот они как раз занимались безусловным управлением. Что они делали? Они создавали образы, создавали матрицы. Вот такие вот, как матрешка. Матрешка — это как раз наглядное проявление в этом явном мире матриц, которые создавались нашим предке. Во-первых, это взаимовложенные матрицы. Мы не можем говорить только об одной, то есть мы проходим до конца. Таких матриц очень много, то есть создается некий образ. Так вот те, кто на нами управляет до сих пор, они поверхностные знания имеют об этой матрице. Мы их можем найти и в Кабале, в том числе и в Хохме. Вот оно там все зашито. Да, Хохма. Ну мы имеем Тору, Талмуд, Танах, Кабалу и Хохму. Это уже высший у них концептуальный уровень. Поэтому вот Хохмить. Вот они Хохмяты и делают нашу жизнь веселой, поэтому нас, в общем, таким образом тренируют. Так вот, они имеют осколочные знания об этих вещах. А безусловно, управления у них знаний нет как таковых. А матричным есть. Так вот, те матрицы, которые подсоздавались, они смогли вот в этих сегментах этой матрицы заменить информацию, сделать подмену. В том числе и вот в матрице русского языка. То есть они многие буквицы. Ну вот, допустим, вот этот ряд, это все гласящие буквицы. То есть те, которые гласят об образе. А сейчас они называются гласные. И вот эту, допустим, эту и последнюю. Они все повыкидывали, поубирали, чтобы не было гласящих образов. То есть нас опустили на уровень безобразный. На уровень фонем. Поэтому мы друг друга не слышим и не понимаем, мы не видим образов. Наша особенность в чем? В том, что вот эта минимальная матрица 7 на 7 включает в работу не только левое полушарие, как вот западный мир, весь заточен на это левое полушарие, на логику. А вот эта матрица, она включает еще и правое полушарие, которое, в общем-то, только с левым, когда вместе опять мы возвращаемся к нашему-то орлу, то есть мужское и женское начало, тогда мы нашим органам под названием мозг начинаем пользоваться не на 3, не на 5%, а, в общем-то, с гораздо большим коэффициентом. Нет, такое чувство, что да, мы говорим о каком-то космосе, о вещах неприземленных, но при этом все люди, наверное, ну, я во всяком случае, я понимаю, что если применить и увидеть образы, то эти вещи станут приземленными. То есть их можно использовать. Можно использовать. Поэтому вот как раз отвечаем сразу на этот вопрос. Вот здесь есть у нас буквица «он». Это нечто отделенное, то, о чем мы знаем, но самостоятельное. Это от Бога, вот «он». Поэтому его выражение, скажем, для тех знаний, которые есть, вот в нашей традиции, так и было. Если мы приближаемся к «он», то вот получается «кон». Вот этот как раз «кон», вот он изображен на этой купюре, вот он в середине, где число 25. То есть что мы здесь видим? Мы здесь видим жемчужины. Это знания наших предков. Это поконы и устоя, и заветы. Затем несколько уровней выхода за пределы. Мы, к сожалению, вышли за пределы этого кона, выпали из него. За кон? Поэтому мы за кон вышли, да. То есть мы приступили предел, мы преступники. Согласно наших поконов и заветов. Мы добровольно себя сделали изгоями. Мы себя сами изгнали из нашей русской культуры, с древнерусского языка. Вот поэтому мы находимся сейчас в состоянии уныния. До тех пор, пока мы не вернемся к нашим истокам, к нашей культуре, к нашим традициям. И как минимум к нашему языку, который нас как раз и приведет как раз вот в этот кон. Вот поэтому так важно, вот в том числе и на купюрах, созерцание этих образов. Даже если человек не понимает, то начертание буквиц, в том числе начертание любых знаков, а мы видим везде знаки масонские, библейские знаки, ветхозаветные так называемые. Вот они как раз нами управляют. Это молчаливые знаки. Те, которые не говорят, они действуют вот как раз на уровне подсознания. Сергей Александрович, вот вчера в воскресенье в социальных сетях я провел достаточно много времени в спорах с людьми, которые упрекают Крым, что Крым, например, в начале 2014 года вышел из-под удара, а Новороссия этот удар на себя приняла. И люди с этической точки зрения, а все ж русские, все понимают, что они единого там мира, и не могут понять долю вины, долю невины, кто в чем виноват и почему так произошло в 2014 году. Вот рассудите с точки зрения 2014 года, что произошло, почему произошло, были ли этому какие-то космические причины. Да, это все именно идет по объективным причинам. Развивается так, просто некая информация, которая заложена в том числе и в матрицу, которая сейчас разворачивается, она незнакома людям, она неизвестна. Поэтому, не понимая логики развития событий, алгоритма развития, происходит такое непонимание и как раз выпускание в вину и в прочие вещи. Виноватых, в общем-то, нет. Мы должны все принимать как данность. Если так, грядущее нам идет, мы получаем то, что сейчас получаем, как данность, то можем проанализировать то, что было сзади, посмотреть, соответствовали наши ожидания произошедшим событиям. Так вот, я, допустим, не ожидал ничего другого и я прекрасно понимал, что Крым перейдет и его нельзя оставлять в составе и здесь развязывать вот эту братоубийственную гражданскую войну. Объясняю, почему. Дело в том, что, во-первых, Крым, как вот духовная единица, да, это непростая земля, она очень непростая. Мы уже говорили вначале, что земля определяет ментальность человека и некоторые вот качества. Поэтому взять тот же Севастополь, тот русский дух, вот тот всплеск патриотизма, который произошел во время референдума. Все его почувствовали, почувствовали вот этот ах, да. Телом, физически почувствовали. Да, физически почувствовали. Сейчас разочарование. Разочарование от непонимания, от того, что почему именно так произошло, а не так, допустим, как в Новороте. Так вот, нужно было сохранить этот русский дух, его почувствовать, вкус его почувствовать, вспомнить о нем, что мы, те, кто никогда не проигрывал в долгосрочной перспективе, могли проиграть какой-то бой, но сражение в перспективе далекое мы никогда не проиграли. Мы могли до Москвы отступить, но потом опять вернуться и в Париже, и в Берлине, и так далее. Поэтому все равно победа будет за нами, просто надо понимать, что это тактические вещи, мы, мягко говоря, отступили. Почему Новороссия? Если мы возьмем, скажем, проект Украины, который начинался почти 300 лет назад, вот по созданию, через телегонию, так называемую, через право первой ночи, особенно на западной Украине, когда меняли генотип славяна через право первой ночи. А потом вернемся в 19 век, когда развернулась работа спецслужб австро-венгерских по созданию проекта Украины. Раньше никто не знал, что есть Украина, и до начала 20 века никто не знал, что есть такая национальность украинец. Однако это произошло. Как произошло, мы это знаем и просто видим уже по этим. То есть здесь и Котлеровский из его, здесь и Братство, это в Киевомогилянской академии, здесь и Львовские, все вот эти вот вещи. То есть как пошло через Галицию и все это. Точно так же, как когда-то и в те дальние времена, вирус информационный зашел через Галицию, точно так же и здесь, в общем-то, вошли. Поэтому мы сможем здесь вспомнить и Толергов, и Терезин 1914 года прошлого, когда русины не хотели записываться украинцами, и за это их просто уничтожали. Вот это и слова, можно вспомнить Грушевского и Вениченко о том, что они жаловались своим хозяевам в Австро-Венгрии, о том, что не принимается украинское. Они так и писали в своих письмах, что смеются над этим, как мы можем... Вот это была вторая волна украинизации, так называемая. Вообще это все продукт западных спецслужб. И вот мы сейчас имеем на выходе результаты работы этих спецслужб. Майдан. Майдан тоже готовился не сразу, Майдан готовился долго. Мало того, для Майдана подбирались люди, которые приведут к этой ситуации. Давайте вспомним, что сделал команда и Януковича, и он сам. То есть создали протесты на строение, которые привели к Майдану. Так или нет? Да. Теперь откуда? Откуда вышел Янукович? Из Донбасс, да? Вот Донбасс порожняк не гонит. Спасибо жителям Донбасса вот за такого президента. То есть мы получили то, что получили. Теперь вопрос. Если Донбасс родил вот этот феномен, да, если там создалась эта группировка, ну, криминальная, будем уже откровенно говорить. Вот. Если это все вздыбило, да, до горы дрыгом поставило всю Украину, весь народ, вот, должны каким-то образом эти территории, те, которые сформировали это явление, в краткосрочной перспективе. Януковича готовили очень долго. Очень долго. Почему его не пустили в 2004 году? Люди не были готовы. Нужно было провести еще пятую волну украинизации, которую произвел Ющенко. И только после этого можно было получить Майдан. То есть это все рассчитано, вот, математически, вот, по Кабале. Там цифра в цифру, все это идет. Если понимаешь эти вещи, то оно все логично. Не мог раньше прийти Янукович. Он пришел ровно тогда, когда люди стали готовы к приходу такого руководителя. Вот. Теперь он ушел. Понятно, что основной удар пришелся по Донбассу. Он же не с Крыма вышел, эта группа. Для того, чтобы сохранить Крым, как вот это вот ощущение русскости, русского мира, вот этого духа, вот, поэтому что нужно сделать было? Нужно было мягко его перевести в Россию и вывести из-под удара. Что мы, в общем-то, видим. Поэтому вот сохранили это все, перевели, вот, под защиту Великой России, да, Великой Руссии. Вот. Теперь дальше что делать? Ну, вот, раз в Новороссии поле зачищено, да, и если мы обратим внимание к последнему высказыванию президента России и министра иностранных дел, то Россия говорит о том, что Украина должна быть целостной. Вот. И мы говорим, что Украина должна быть целостной, делить ее нельзя. Поэтому в Новороссии предлагается создать самостоятельную финансовую систему, свой эмиссионный, свой кредитный центр для начала, да, там сформировать, вспомнить все истоки нашей культуры, в том числе язык, то есть начать образование, начать ликбез на всех уровнях, как вот матрешка. Это и начальная школа, это и высшая школа, это и управленческие кадры, и все-все-все-все-все требуют переподготовки, перезагрузки современным языком. Вот. Поэтому там эти все процессы легче. Почему? Во-первых, нет нормативно-правого поля, во-вторых, это все можно сформировать на тех принципах, которые мы сейчас положим в основу этой системы, которую мы, в общем-то, создадим. Поэтому какая цель? Цель очень простая. Цель — это сохранить Землю и ее не уничтожить. Ее сейчас западная цивилизация уничтожает технологиями, которые сейчас используются. Второе — это сохранить человечество как биологический вид. Вот. А сохранить это может только одна культура — это русский мир. То есть западная цивилизация, она разрушительна, а русский мир, он созидателен, он сотворец. Поэтому вот буквица Ас нам об этом, в общем-то, и говорит. Если мы роуз берем, то как раз мы должны хранить вот то слово. Потому что «исконе» без слова, да? «Искона» и вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Вот отсюда вот это еще идет. Сергей Александрович, спасибо большое. Мне показывают, что времени у нас уже практически нет. Говорить, конечно, можно на эту тему бесконечно. Да, есть именно матрица. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях был Сергей Александрович Данилов. Мы говорили о русском мире, о его стратегии, и о том, каким образом можно сохранить планету, сохранить человечество, и как мы будем жить в ближайшие тысячу лет, в новый день, который наступил. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok